Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. В районах и городах, граничащих с зоной АТО и Крымом, вводят пограничный режим. Он вступает в силу 10 февраля. Речь идет о Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях. В постановлении украинского Кабмина сказано, такое решение приняли, исходя из принципов нерушимости государственной границы, территориальной целостности, политической и экономической независимости и суверенитета, чтобы повысить уровень национальной безопасности страны, обеспечить безопасность граждан, защитить их права и свободы, законные интересы. В то же время ситуация в зоне АТО остается напряженной и сложнее всего на Дебальцевском плацдарме. В неудачных попытках штурма позиций украинских войск боевики потеряли 4 танка. И подписать с ними перемирие на кремлевских условиях. За данными нашей разведки, Российская Федерация продолжает перекидать на оккупированную территорию Донбасса вантажей с оружием, боеприпасами, паузно-мастильными материалами. Протягом 7-8 лютого Державный кордон Украины в пункте пропуску и сувереное перетнуло близко полторы тысячи военнослужащих 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 Российской Федерации и более 300 одиниц военнослужащих техники. Это и самолетные артиллерийские установки, и системы залпового в огнюград, также тентованные вантаживки, то что колонны прямовали до мест Луганск, Дебальцево и Антрацит. Наша артиллерия завдаёт врагу бесповоротные втраты на местах сберегания, ремонта боевой техники, озброения, снищают склады и базы сберегания их боеприпасов. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель дала президенту России Владимиру Путину время до среды. Меркель отметила, до этого срока он должен согласиться с предложенным Западом вариантом решения конфликта и положить конец боевым действиям на Донбассе. Об этом пишет All Street Journal. Отмечу, что об этом канцлер ФРГ заявила накануне, намеченной на 11 февраля, встречи в Москве в нормандском формате. В случае, если Кремль заблокирует предложенную сделку, Германия ужесточит санкции против российских компаний и заморозит их активы в оборонной сфере и финансовом секторе. Более того, Меркель не станет возражать против поставок американцами оборонительного оружия для Украины. Министерство экономического развития и торговли Украины внесет изменения в закон о защите прав потребителей. Поправки установят единые требования к маркировке продукции и устранят дублирование функций контролирующих органов в этой сфере. Изменения в законе также устранят органы, которые ответственны за пищевую и непищевую безопасность товаров и услуг. Кроме того, проект закона предполагает отмену запрета на выпуск и реализацию продукции, для которой не установлены государственные требования. Генеральный секретарь ООН Пангимун призвал постанцев шиитского движения Ансар-Алла к мирному регулированию политического кризиса в Йемене. Напомню, в пятницу хуситы объявили о захвате власти в стране. Они распустили парламент и создали Временный президентский совет. В связи с этими событиями Генсек ООН провел пресс-конференцию в Риаде во время визита в Саудовскую Аравию. Ситуация сильно ухудшается. Хуситы захватили власть и образовался вакуум правительства. Нужно восстановить легитимность президента Хади. Я беспокоен тем, что хуситы и бывший президент Салех сорвали процесс перехода власти. Совбез ООН и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива должны принять меры в отношении этой проблемы. В правительствах стран Персидского залива считают, шиитские повстанцы совершили незаконный переворот в стране. Политический кризис начал нарастать в Йемене в августе 2014 года. Сначала по стране прокатились массовые протесты хуситов, которые требовали отставки кабинета министров, называя его коррумпированным. В январе этого года повстанцы захватили президентский дворец в Сане. Под давлением хуситов президент подал прошение об отставке. Премьер-министры и члены правительства также выразили намерение покинуть свои посты. Сейчас все они под домашним арестом. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.